МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оставшись годовалым ребенком на руках одна, ей пришлось действовать незамедлительно, планировать по-другому семейный бюджет и находить баланс между свободным временем, работой и материнством. Порой не все так получается, как нам хотелось бы, но у нее получилось. Мама троих детей Юлия Казакова сегодня в телепроекте «Миссия выполнима». И наши эксперты, как всегда, профессионально добавят яркости. Юлия в прошлом врач-педиатр, а теперь успешный косметолог. К смене профессии ее подтолкнул развод, и сегодня она понимает, что не ошиблась. Со своим будущим мужем познакомилась на сайте знакомств и тоже не ошиблась. Вот уже 10 лет желанная любимая жена, а теперь еще и многодетная мама. Юль, почему к нам пришла? Пришла весна, захотелось чего-то нового. Весной все девочки, наверное, хотят чего-то, какого-то весеннего обновления, каких-то новых эмоций. И захотелось попробовать себя в этой программе как героини, потому что смотрела ваши передачи, и всегда хотелось побывать, повариться в этой кухне. У тебя лучистый взгляд, и тебе, наверное, не хватает какой-либо интриги, да, вот как бы какой-то, действительно, авантюры. Какого-то интриги, какого-то озорнества, вот, ну, что-то такого вот. Насколько я знаю, ты была в трудной жизненной ситуации, да. Это был развод, и ты осталась годовалым ребенком на руках. Да, это была такая история в моей жизни. Мне было 25 лет, у меня остался годовалый ребенок на руках, с мужем мы развелись, и мне пришлось резко поменять профессию в связи с тем, что, работая врачом-педиатром, я не могла бы обеспечивать себя и своего ребенка достойной жизни. Я выбрала тогда косметологию, о чем ни в коем случае не пожалела. Ну, в тот момент мне было очень, конечно, тяжело, потому что это не входило, так сказать, в мою жизненную концепцию, не входило в мои жизненные планы. Я имею в виду конкретно развод. Был переломный момент в моей жизни. Ты в шоке была? Я была в шоке, да. Ну, наверное, все, что не делается, все к лучшему, сейчас ты можешь сказать. Конечно, безусловно так. Сейчас я благодарна своему бывшему мужу, что именно он оставил меня в 25 лет, не в 45, да, когда, или не в 55, когда уже сложно что-либо было поменять. Вот, а в 25, когда я полна сил, когда я молода, красива, у меня много амбиций. И, собственно говоря, это такой момент, такой толчок был в моей жизни, благодаря которому, собственно говоря, я стала той, какая я сейчас являюсь. В твоей нынешней семейной жизни, да, ты счастливая мама, многодетная, жена, любимая. Как вы познакомились с твоим мужем? Мы познакомились через сайт знакомств. Это было 10 лет назад. То есть мы рушим все стереотипы, получается. Да, 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 да. То есть можно найти себе достойного человека на сайте знакомств. Вот. У меня не было на тот момент компьютера. Я была зарегистрирована, и под моей фотографией сидела моя лучшая подруга у себя дома. И вот в один прекрасный день она мне звонит и говорит, Юля, ты завтра идешь на свидание. Он очень красиво за мной ухаживал. И это было как будто бы не со мной, честно. Тот неудачный опыт брака, да, стоял еще перед глазами, и вообще и в душе, и в сердце. И он как-то потихонечку растопил вот этот лед, который был. И немножечко вот эту стену, стену, которую я сама выстроила, он пошатнул. Ну вот уже пройдя вот эти вот годы, да, вот пройдя определенные этапы твоей жизни, предприняв определенные действия, которые привели тебя к результату, к которым ты сейчас довольна, что ты можешь сказать людям, многодетным мамам, женщинам? Есть что-то? Ну, во-первых, не нужно бояться материнства, да, то есть материнство – это большое-большое счастье. Вот самое великое счастье, которое у меня есть в жизни, это, безусловно, семья и дети, которые растут у нас. Вот, поэтому это великое счастье, и не стоит бояться, все равно силы придут, да, все, собственно говоря, будет, главное – правильно расставить приоритеты в жизни. Через какое-то время ты будешь измененная. Вернемся к разговору, поделишься своими ощущениями. Обязательно. Здравствуйте. Меня зовут Вавренчев Алексей и техно-компания Кэзи и Супова Оксана. Мы сегодня вам будем делать новый образ. Алексей будет выполнять стрижку, а я буду делать вам окрашивание. Надеюсь, наш опыт будет успешен. Присаживайтесь. Для Юли я выбрала технику плавной растяжки цвета от более глубоких корней к более светлым концам. В жемчужных розовых оттенках для того, чтобы оживить цвет кожи и, наверное, дать большую контрастность образу. Ну что, Юля, моя работа закончена. Я надеюсь, что вам все понравится. И передаю вас в руки нашего визажиста Натальи. Она продолжит ваш образ. Вы готовы к переменам? Да. Ну что, тогда приступим? Мы использовали актуальные техники, актуальные текстуры, добавили густоты и немножко длины ресницам, хотя у Юли очень прекрасные свои ресницы. Я надеюсь, что образ ей подойдет, ей понравится, она что-то возьмет себе на заметку. И надеюсь, что она будет рада. Ну что, Алексей, передаю вам часть клиента, как вы и просили. Мне очень было приятно поработать с Юлей и, надеюсь, мой макияж ее порадует. Какие пожелания? Не застригать лишнего. Так, так, так. Мне бы хотелось, чтобы форма осталась примерно та же. Можно так? Все, мы подстриглись. Юлия, я буду делать стрижку по форме коре. На сегодняшний день очень актуальны асимметричные линии, легкие асимметрии в полном переходе. Очень модные, четкие линии. А Юля у нас будет находиться в своем образе, в тренде. Смотри. Прям не я. Теперь мы готовы вам еще подарить подарков для ухода за волосами, чтобы поддерживать ту красоту, которую мы вам постарались создать. Это линейка по типу ваших волос для ухода. Это мешочек. Да, берите сразу мешочек, чтобы там еще складывать. Я разберусь, как пользоваться. Да-да-да, вот, вот, аннотация применения. Спасибо огромное. И куча пробников. Чтобы вы могли составить представление о том, что вам лучше подойдет. Да, чтобы мужу тоже что-то досталось. Ага, даже так? Подарки для всей семьи. Для всей семьи. Спасибо большое. Ну, все, пожалуйста. Что можешь сказать по поводу своего уже имеющегося образа? Ну, я не ожидала, конечно, такого. Я привыкла к более мягким таким своим отражениям в зеркале. Здесь получился такой дерзкий, более дорогой, я бы даже так сказала, образ. Ну, мне очень нравится, я не ожидала и приятно удивлена. Очень понравилась команда. Они прям профессионалы, молодцы ребята. А что касается твоего гардероба? Вот у нас сейчас остался последний эксперт, который будет преображать тебя уже с точки зрения одежды. Как ты оцениваешь, насколько ты оцениваешь свой гардероб? Ну, хотелось бы более дерзких луков, учитывая, что внешность у меня сейчас такая, такой вот колкой женщины, да. Вот, поэтому хочется такие, ну, фэшн-стиль, возможно, более яркие образы. Вот, вот я думаю, что вот так будет. Ну, эта часть эксперимента тебе больше по нраву? Больше хочется? Ну, я очень жду, да. Я очень жду разных луков. Мы с тобой идем в магазин «Березка Стор», где нас ждет наш стилист. Пойдем? Да. Елена, здравствуйте. Доброго дня. Знакомьтесь, пожалуйста. Героиня нашей сегодняшней программы Юлия, многодетная мама, красавица. Красавица. Что хочется? Готова на любые эксперименты. Весна. Жду новых образов, да. Весна, да? Что-нибудь дерзкого? Да. Стильного, модного, немножко другого, нежели я привыкла. Сейчас попробуем. Сейчас сделаем что-то очень стильное и крутое. Стильный, немножко драматичный, немножко дикий, веселый и такой очень природный образ для Юли. Достаточно интересный, новый. Он вызвал очень много эмоций, потому что нестандартная форма высоких сапог с такой яркой шнуровкой в стиле сафари. И вот эта эко-тема и в принцесс, такой тоже сафари стайл, и в косухе. Это все очень новое, очень непривычное и очень дикое. Мне нравится. Продолжение следует... Свежий, белый, абсолютно кипельно-белый образ для Юли. Один из тоже мазхевов на этот сезон. Total white. Из симпатичных деталей, которые украсили этот лук и сделали его интересным, это вот такие крупные металлические люверсы. Они добавили ноту фэшн этому достаточно простому, но в то же самое время стильному образу. И для того, чтобы образ совсем фэшн получился, мы добавили очень крутые туфли с таким вот металлизированным каблуком. Они легкие, удобные. Ну и небольшая стильная сумочка металлизированная для поддержания фэшн-стайла. Она тоже делает, делает это вопрос, делает его стильным, классным и крутым. Финальный образ для выхода к мужу в морском стиле соединяет несколько трендов одновременно. И крупная полоска, и маленькая-маленькая сумочка такая миниатюрная, и вот этот красивый кружевной топ, вот такой вот очаровательный кружевной топ с изящным кружевом в таком стиле французской какой-то тонкой изящной кружевной вышивки. И общий образ этой брючной костюмы, этой брюки-палаца, этой длинной жакеты с 80-х. Все сразу в одном классном, новом, интересном образе. Твой день, твое пребывание у нас в гостях закончилось. Сейчас мы идем к твоей семье. Какие у тебя сейчас ощущения витают? И не зря ли все это было? Ой, у меня столько положительных эмоций. Очень благодарна за такой опыт. Эксперимент весеннего обновления, на мой взгляд, удался. Я примерила на себя очень много разных образов, посмотрела на себя немножко с другой стороны. Вот. И теперь могу точно сказать, не надо бояться экспериментировать. Игорь, скажите, пожалуйста, вот у вас жена настолько красавица, умница. Нужно ли ей было принимать участие в нашей программе? Просто моя жена любит все новое, любит экспериментировать и, собственно, и девочек приучает к этому. И когда я узнал об ее таком опыте, мне с удовольствием захотелось посмотреть, что получится. Сегодня, сегодня мне бы хотелось увидеть ее, скажем так, более, менее деловой, более весенней, более женственной. Переделывать будете, если вдруг что-то не понравится? Нет, нет. Мы нашу маму очень любим. И поэтому переделывать я не вижу смысла. Она у нас самая лучшая и самая любимая. Ну, мне нравится. А стрижка, цвет волос, макияж? Ну, это, наверное, шатуш. То есть вы разбираетесь? Да, ну, с такой женой приходится разбираться. Я смотрю и наслаждаюсь. Отлично. Значит, наша миссия выполнена. Ура! Вот такой выдалась работа экспертов проекта «Миссия выполнима» с мамой троих детей Юлией Казаковой. А если вы хотите принять участие в телепроекте «Миссия выполнима», заполняйте анкету на официальном сайте канала ННТВ либо в официальной группе телепроектов ВКонтакте и, возможно, уже в следующей программе наши эксперты займутся именно вами. Изменить прошлое можно сегодня, и завтра оно уже станет другим. Начните прямо сегодня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин